Уважаемые коллеги, я рад представить вам небольшой материал, который был собран в прошлом году в Трехречи. Это внутренняя Монголия Китая. Здесь на карте изображена самая ранняя схема Трехречи, опубликованная в 1929 году в журнале «Хлеб небесный». Дело в том, что этот регион был достаточно пустующим в XIX веке, а в XX веке, после того, как закончилась гражданская война в Забайкалье, сюда переселилось достаточно большое количество русских казаков, крестьян, которые жили в Приоргоне, река Аргунь. Вот она у нас. По этой карте очень хорошо видно, допустим, здесь отмечены как раз русские селения, и многие из них имеют русские названия. Драгоценка, Щучья, Дубовая, Ключевая, Черноусиха и так далее. Не все здесь поселения отмечены, тем не менее основные здесь находятся. Если посмотреть на карту, которая опубликована недавно, это карта Забайкальского края, то вот здесь этот регион тоже присутствует. И надо сказать, что главным таким центром, городом, уже стал город Лабударинь. Правда, здесь сохранено старое название, раньше в русские времена это был небольшой поселок, сейчас это город называется Эргуни, связано, конечно же, с названием реки Аргунь, ну и некоторые другие поселения. Вот Саньхэ, русское название Драгоценка, и вот на той карте не отмечено село Караванное, вот оно здесь есть, сейчас это село, значит, на этой карте русское название, а сейчас это по-китайски называется село Эньхэ, и это русская национальная волось, единственное официальное русское поселение в Китае, в которой живут этнически, значит, один из малочисленных народов Китая, китайские русские. Первый раз я там побывал в 2007 году, и с тех пор, в общем-то, езжу практически ежегодно, но среди китайских русских мне удалось и застать этнических русских, вот это вот троих бабушек, это Татьяна Николаевна, это, извините, Таисия Николаевна Петухова, Анна Антоновна Михалева и Мария Николаевна Лунчукова. В последний свой приезд в прошлом году я их уже, как бы, Анна Николаевна ушла из жизни, а вот с этими бабушками просто не удалось поговорить, потому что они очень сильно болеют. Ну, в общем-то, речь идет не о них, а речь идет о китайских русских. Кстати, вот они не имеют даже китайского паспорта, потому что вообще, когда русская эмиграция оказалась в Китае, то они не получали китайское гражданство, большинство из них, и вот эти бабушки до сих пор не получили китайский паспорт. А Таисия Николаевна, она лет семь назад съездила в Пекин, пришла в консульство, в посольство, попросила паспорт, и ей выдали паспорт гражданина России, который постоянно проживает в Китае. Речь идет, в общем-то, не о них, а речь идет о группе китайских русских, это метисы, потомки китайско-русских браков. Надо сказать, что эти браки начали складываться не на территории Китая, они начали складываться на территории России еще до революции, потому что в начале XX века и Шандуни, и Хэбэи, это две провинции в Китае, стали приходить в Забайкалье молодые китайские парни, которые в основном работали на приисках, и вот там в годы гражданской войны была такая сложная ситуация, они брали в жены молодых русских девушек, которые очень часто выходили в такой ситуации отсутствия молодых русских парней, за которые можно было выйти замор, потому что была война. И вот эти первые русско-китайские семьи стали складываться именно в России. Как правило, в годы гражданской войны этим семьям было очень сложно быть в Забайкалье, и они тоже вслед за казаками, которые в основном поддерживали белое движение, они ушли в трехречи и там остановились. Когда русское население стало уходить из трехречи, то вот эти семьи не ушли, и вот эти русские бабушки тоже не уехали оттуда, потому что они вышли замуж за полукровцев и за китайцев, которые имели гражданство Китая, и не уехали оттуда, потому что у них уже были дети, а у них была возможность оттуда уехать, но вот они этого не сделали. И, по сути дела, конечно же, мой интерес к этому региону был связан с тем, чтобы познакомиться с той русской фольклорной традицией, которая сохранилась у этой группы населения. Но тут нужно сказать, что, конечно, вот их фольклор, он складывается, в общем-то, из двух таких частей. Это фольклорная традиция, что называется, материнская, потому что в основном, конечно, русская линия, она шла по матери, и отцовская, китайская традиция. Но, к сожалению, китайского я языка не знаю и за эти годы не выучил, и вряд ли это смогу сделать. Поэтому о китайском фольклоре мне было спрашивать сложно, и вот эта традиция китайская, она возникала, ну, так, знаете, совершенно случайно, что называется. Вдруг, вот, расспрашивая про сказки, вдруг начинали вспоминать, что вот и папа рассказывал сказки, и они начинали рассказывать китайские сказки, но уже на русском языке. Вот, и совершенно неожиданно в прошлом году, вот, там, в одном из застолий, значит, на котором присутствовали только метисы, и разговор между ними, так сказать, перемежался старшее поколение с русского на китайский язык, они вдруг вспомнили про какого-то человека, который был болен, и вдруг начали рассказывать истории про харьков. И одна из этих историй, в общем-то, она, как бы, звучит таким образом. У нас папа рассказывает, в Китае высватали невесту, она сидит, ее на носилках несут, все нормально было. Сейчас как будто мы вот с Дубовой едем в Дубовый хребет. Это половина Дубовска, а это половина Краванская наша. Ага, до цели, до половины донесли, тут такое жениховое место. Перешли эту, и она, говорит, никого стать не знала. Теперь эту невесту домой принесли, она, говорит, всяко заорала, задурела. Глядят, невеста дурит. Они ее опять назад понесли к матери, там не приняли. Вы от нас хороших, говорит, это, а она чуть седок, а вы к нам. Ну, они ее в избу посадили, там кто-то знат, она как утащит, ей издадут. Она там так наестся, там там, а не знаю, как стало, год. Потом один китаец идет, а она там где-то ревет на всякие голоса. А он стень увидал на этом. Стень, это в смысле тень. Они китайцы какие-то эти такие, в Китае какие-то фанзы. А он на это, говорит, там всяко-то это, хорек-то. То есть он, видимо, сидел на крыше. Она там в избе-то на всякие голоса, а он что-то идет, стень-то увидал. Он полежку взял, да как стень-то эту торнет, она сразу от туль слетела. Он его убил. Она отошла. Никого знать, она, говорит, не знает. Меня, говорит, несли, только перенесли эту, и никого знать не стала. Она лучше стала, отошла. Вот он ее мучил. Вот это вот один из, собственно, первых текстов, которые я услышал. И с тех пор я стал подробно расспрашивать об этом хорьке. И надо сказать, что истории о вселившемся в хорьке человека, они известны в Китае средневековье. И, в частности, вот есть такая книга начала 17 века, Ляо Джай, повесть о странном из кабинета Ляо, новеллиста Лю Цуани, который как раз был родом из Шандуни. И вот у него похожие такие истории в его книге присутствуют. И надо сказать, вот еще раз повторяю, что часть отцов, они как раз были из этой провинции Шандунь, которые оказались в Китае. Ну и, конечно же, вот эта традиция, традиция поверия о том, что хорьки могут вселиваться в человека, она актуальна для сегодняшнего Китая. Ну вот в одной из книг, посвященных христианству в Китае, описывается секта, в которой ее, что называется, Бог Христос обещает своим последованием также изгонять из них хорьков, если они в них, так сказать, вселятся. И вот дальнейший сплошной опрос, который, так сказать, я сделал, позволил, в общем-то, выявить следующее, что вот хорек вселяется обычно в человека в том случае, если человек разоряет гнездо хорька, убивает, ловит их, вот, и тем самым как бы хорек мстит человеку. Кроме этого выясняется, что хорек не в каждого человека может вселиться, а вот в человека, который как бы болезненный такой, значит, сам это вот, может быть, психически неуравновешенный. А вот в крепкого и здорового человека не совсем. И проявляется такая гендерная направленность. Значит, по историям замечено, что в основном вселяется он в женщин. У Ланкасиновых где-то хорька поймали, а потомок Лидочка, Лидка-то, это Кундапашиха, она Лоскутникова за этим, за Котька-то, а у ей брат все время вот этих хорьков ловил. Надо сказать, что многие метисы и китайцы, которые там даже проживали, они имели русские имена. Она пришла, она не знала, что его поймали. Но она пришла, а он что же тут близко жилит? Она пришла туда и говорит, и ей говорят, Митьку не слыхал, что говорят, где хорька в ловушке поймали? Он ничего не сказал. Ну и она там хохочет. Домой-то пошла, да правда хорька увидала. Вот этот хорек-то бежит. Она домой-то пришла, никого не знат. Свекровка пришла. Она говорит, хохочет, сидит, хохочет. Потом этот хорек правда убежал. Он потом заговорил и говорит, видимо, дальше разговор идет, видимо, со свекровью. Твоей невестке брат моих детей всех перебил. Только, говорит, я остался, я пришла отомстить. А это Люлешиха и говорит, а ты зачем к нам пришел? И он брат твоих детей бил, ты его вали ищи. А я, говорит, его боюсь-ка, я его боюсь. А потом эта старуха-то пошла опять к Мишке, вот к этому, к Фандалисе, к Мишке. Ты, говорит, иди, к литке хорек зашел. Он собаку-то привел, собака эта в избу-то заскачала, да как на ее-то лает, и она зубы-то оскалит, потом как заревела, запикала, да вот это и склонилась, да под курятник и залезла. Ее вытянули, вытянули, потом собак-то вау-вау-вау за дверь и убежал. И хорек тем самым как бы был изгнан из этой женщины. И еще одна история. Китаюшка одна сидела, заревела, зубы заскалила, давай реветь, дуреть. И это, как сказать, это потолок, это матка. А она не ровная щель, китаюшка, маленькие ножки. Она как скакнет и на эту матку достала, ручки-то в щель затолкала, ну и качаться. Они потом везде искать. Ну, на вышку-то залезли, на чердак. На вышке-то корзинка весится. Она на корзинке вот эта качается, вертится себя. Ну, хорек-то. Они потом кратче как палкой-то торкнут, он сразу, хорек-то упал. Убили его. Она оттуда слетела на пол, никого не знат. Ну и, конечно же, выяснилось, что ситуация вхождения хорька в человека происходит тогда, когда хорек рядом, то есть человек проходит рядом с хорьком. Вот по одной из историй китайская семейная пара проезжала на машине мимо кладбища и после этого вот в женщину якобы вселился в хорек. Вот есть другая история о том, что вот женщина-китаянка работала в поле, устала, прилегла отдохнуть, через голову уснула, через ее голову перескочил хорек, и вот таким образом он вселился в нее. И вот надо сказать, что вот эти две ситуации, они, конечно, сопоставимы с русской и славянской традицией. Ну вот, допустим, если человек проходит мимо кладбища, то вот действительно на него в некоторых случаях может наскочить порча. И, значит, вот в китайской традиции тоже есть этот мотив, когда дух умершего человека может вселиться в живого, и вот эти истории также рассказывали в трехречи. Ну а прыгающий хорек через скотину или через человека, вот как бы этот мотив, он известен, и вот он хорошо как бы отмечен в книге Александра Гуры. В трехречи в этих случаях, в общем-то, пытались лечить эту порчу, как здесь говорят, ладить, и приглашали даже шаманов. Ну а шаманы там были, недалеко, значит, там жили и до сих пор живут орачоны и венки, и вот шаманин сохранился до наших дней. Надо сказать, что я вот среди китайских русских спрашивал постоянно и постоянно спрашивал с самого начала про такую очень известную во всем Прибайкале и Забайкале порчу, которая называется хамут. Это самая страшная порча, от которой никак нельзя вылечиться. И они мне рассказывают, что да, слышали, что когда-то хамут был, но был он только тогда, когда здесь жили русские. Вот русские уехали в своей массе, вот все, вот среди них были хамутницы, там колдовки, шаманки, причем шаманками они вот используют этот термин, но называют их, конечно, русских вот женщин, которые занимались якобы колдовством. И вот русские уехали, и из трех речей этот хамут исчез. Но вот интересно, что с приходом китайцев появилась другая порча, которую они определяют, как хорек вселился. И вот, конечно же, все ситуации, о которых мне рассказывали, так или иначе связаны с китайцами. О том, чтобы хорек вселялся в русских, таких случаев от метисов я не слышал. Они всегда говорили, вот это с китайцами бывает. И, значит, вот одна из женщин, метиская в третьем поколении, Маруся Барябина, они, кстати, сохраняют вот эти вот как раз фамилии своих бабушек, хотя имеют и китайские имена, она вот так сказала. Да вот, китайцы говорят, придет, человек войдет, человек потом болеет, всяко орет. Мне не приходилось, я не знаю. У нас в семье никому не приходилось. Это китайцы так говорят. Мы же православные, Богу верим. Такие мы чистые души. Вот нас не входит, не входит, и мы не знаем. Вот в этом сообщении, конечно, ключевые слова, что мы православные. И оказывается, что в крещеного человека хореки китайские ни в коем случае вселиться не могут. Спасибо. 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 Спасибо.